Мы здесь и находимся от школы Волчунайской и мы приехали сюда на митинг, чтобы выразить свое недовольство нынешними правилами. А в чем заключаются вот эти неудобства? Мы хотим закрыть 11-12 классы средним школам и вообще избавиться от средних школ. Оставить только гимназии и младшие школы. То есть до 10 классов. А куда вы подеваетесь, если закроют все? Придется искать другую школу, наверное. Близко, далеко ли? Ну, далековато для нашего района. И что вы надеетесь достичь вот этим мероприятием? Он достичь того, чтобы не закрыли нашу школу и, в конце концов, чтобы стала гимназия. Эдгар Милош, ученик, 11 класса в Волчунайской средней школе. Эдгар Киан, ученик 10 класса в Волчунайской средней школе. Мы надеемся, чтобы не выделить нашу мокликлу. Левелевел. Куда она? Антаколин 33. А если вы делаете, где вы делаете? Вот, не знаю. Сиуло, что вы делаете 3? Волчун 126. Нет волчун, но в революте не стоит. А через каким вы делаете? Потому что они absolutely нужны. Это посаделая, посаделая, посаделая. А это посаделая, посаделая? Посаделая. Я стою, чтобы мне не нужно заплатить моем мокликлой, и он будет 12 лет. Аeko не posso жить в другой мокликлой? Какая это? Лево Красавина. В культуре не так. А ты еще раз поделаешь. А если вы ищет, то куда вы делаете? А я знаю. Я пришел в мокраку. Это куда? Пусть? 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 А в детстве вида в мокраку. Продолжение следует... 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 что школы имеют достаточный контингент учащихся, школы имеют соответствующие программы, подготовленные в соответствии с требованиями Министерства просвещения. То есть у них есть свое видение, стратегия. И что очень важно, есть желание самих детей учиться в этих школах, в которых они начали учебу. Вот сейчас резкое изменение ситуации, реформирование школы, когда уже начались каникулы, это, конечно, не только травмы для родителей и детей, это и нарушение их прав. Я считаю, что права детей выше, чем права человека. Они могут, хотят и должны учиться там, где начали учиться. Для этого есть все соответствующие условия. и в том числе необходимое количество учащихся. А в чем суть этой реформы? О, суть этой реформы в двух словах сложно сказать, но тем не менее я попытаюсь. Значит, реформирование школы сводится к изменению качественных и количественных показателей. Ну, когда мы говорим о количественных показателях, мы имеем в виду тему оптимизации. Речь идет о том, что как бы на больших площадях обучается небольшое количество детей, и это экономически невыгодно. Что касается качественных параметров, то каждая школа должна иметь какое-то свое направление. Вот, допустим, одна школа делает акцент на нравственном, религиозном воспитании, другая художественная, там, лепка, живопись. Ну, чтобы у каждой школы была своя изюминка. Вот, соответствую с этими требованиями, эти изюминки как бы найдены общественностью, признаны и готовы к реализации. Что касается количества детей, то вот люди, которые пришли на этот мидинг, они обращаются к западным стандартам, к ЕС, где речь идет о так называемой позитивной дискриминации национальных меньшинств. Если имеются какие-то метры, на самом деле они не такие уж и лишние, они просто позволяют детям в более комфортных условиях учиться и воспитывать. Муксинов Рафаэль, член Вильнюсского самоуправления, фракция избирательной акции поляков и русский альянс.